Рост в России уже четвертый год подряд замедляется и экономика на сегодняшний день уже близка к стагнации. Цены на нефть не растут. Ко всему этому еще, к сожалению, добавляются геополитические шоки. Внешняя среда становится все более нестабильной. Как минимум, несколько различных вариантов, которые сегодня дискутируются между специалистами, мы видим, что этому посвящены серьезные дискуссии. Единства пока нет. Ну и очень надеюсь, что сегодня, может быть, мы сделаем шаг в понимании того, какие у нас существуют альтернативы. Мы понимаем, что экономическая модель себя исчерпала. Но сегодня ли стало это понятно? Я думаю, что это стало понятно в 2004 году, когда, Геннадий Носкович, извините, не без вашего участия, родилась среднесрочная программа экономического развития страны. Извините, я не хотел бы вам говорить что-то приятное, тем более вы мне сказали, что за выступление денег платить не будете. Но я хотел бы сказать, что это была лучшая и единственная реальная программа экономического развития страны. Она даже нашла свой выход в постановление правительства. Только начиналась эта программа, когда она выходила из Минокровного развития, словами. Я просто помню хорошо первое предложение. Экономические проблемы России лежат во внеэкономической сфере. Они не имеют экономического характера. В постановлении правительства эта фраза была опущена. А зря. Потому что, когда мы начинаем обсуждать ту тему, которая здесь стоит, на самом деле, без ответа на эту первую фразу, решение, какое бы замечательное экономическое решение мы не нашли, оно становится совершенно бессмысленным. Кстати, тогда вот Алексей Леонидович, который еще будет наверняка что-нибудь обязательно по этому поводу скажет, просто не дал денег на вашу программу, она и не была реализована. Вот и вопрос, во что вкладывать деньги. Ну и, наконец, хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Налоговая система. Я уже сказал, что она неконкурентоспособна. Но мы говорим, мобилизационная экономика. Простите, мы сейчас подготовили очередной налоговый маневр. Ощущение такое, что в налоговой системе мы воюем. Эрст-эколонный маршир, цвайта-колонный маршир. Мы сидим в окопах и налоговые маневры. У нас четвертое фундаментальное изменение налогообложения нефтяной сферы за пять лет. О каких инвестициях, когда фундаментально меняется система, можно говорить? В принципе, о каких инвестициях? Поймите, такое ощущение, что люди, принимающие решения, считают, что количество сумасшедших среди крупного бизнеса возрастает. Это не так. Обратитесь к психиатрам, они подтвердят, что я говорю правду. Говорят, должны быть стабильные правила игры, долгосрочные правила игры. С другой стороны, каждый говорит, что нужно изменить. Сегодня причем изменить. И пока это не измените, ничего не будет. Как изменить этот закон? Как изменить тот закон? У нас есть дорожные карты, как их менять? Все, что мы объявили, прежде всего надо выполнить. У нас все есть эти же решения, есть дорожные карты, есть планы. Если мы сказали, что пенсии должны быть как минимум два прожиточных минимума пенсионера, нужно это сделать все равно, даже если дорого. Если мы сказали, что мы реализуем программу вхождения хотя бы пяти наших университетов в сто лучших, надо кровь из ноты сделать. Пусть там на год позже это получится или на два, потому что сложнейшая задача. Но это надо сделать. Нужно выполнять свои обещания. Но прежде всего перед предпринимательским сообществом. И одна из ключевых вещей – это презумпция добросовестности предпринимателя, презумпция его невиновности. И мы должны действовать исходя именно из этого принципа. Тогда и налоги будут собираться. Не нужно повышать налоги, надо их собирать. Они уже достаточно высокие. Если мы будем собирать все налоги, у нас доходов будет больше. Не надо пытаться искать дополнительные источники доходов, кроме этого источника. Думаю, что рецепты именно такие, они достаточно простые. Просто нужно работать и выполнять обещания. Нет большой разницы на самом деле. Иметь нулевой дефицит, иметь дефицит 1, 2, 3 процента или профицит 1, 2, 3 процента. Сбалансированность бюджета состоит не в этом. Сбалансированность бюджета состоит в его структурной балансированности. Если у вас есть структурно сбалансированный бюджет, вы можете занимать. И ваше заимствование будет инвестиционным проектом, на конце которого будет отдача. Return to capital. И вы погасите это заимствование и получите результат. Если у вас бюджет не сбалансирован, то при профицитности его у вас будет отрицательное развитие. И будет затем скукоживаться ваше обязательство. Но я хотел еще, если можно сказать, ответить на один из прозвучающих вопросов. Вот что, три вещи, которые должны делать или не делать. На самом деле нужно отказаться действительно от постоянного изменения правил игры. Вот первое. Нужно перестать оказывать давление на избыточный рост заработной платы. Заработная плата, рост ее темпами выше производителя труда невозможно, недопустимо. Это давление на бюджеты субъектов федерации, которое сокращает свою инвестиционную составляющую, а федеральный бюджет должен им помогать. Второе. Нужно вообще отказаться от идеи избыточного бюджетного выравнивания. Федеральный центр залезает в чужие полномочия. Он вменяет необходимость выполнять их на более низком уровне, а следовательно несет за это финансовую ответственность. Третье. Нужно оставить в покое Ольги Юрьевны нашу пенсионную систему. Если у нас есть обязательства по накопительной пенсионной системе. Когда она создалась, я лично был против вот этого элемента обязательной накопительной системы. Но раз мы ее создали, раз мы обещали десяткам миллионов людей вот эту линию, значит нужно этого придерживаться. И тот триллион рублей, который мы с вами должны накопительной пенсионной системе, 500 миллиардов за 2013 год, 243 за 2014, 309, надо туда вернуть. А эта пенсионная система сможет частично направить это на обязательства федерального займа, частично на долгосрочные банды, частично на капитализацию банковской системы, от этого экономический рост и выиграть. Четвертое. Надо немножечко отказаться от избыточно агрессивных целей по инфляционному таргетированию. Я тоже несу свою часть ответственности за инфляционное таргетирование, потому что вначале там это дело развивал. Но надо понимать, что избыточная здесь агрессивность ставит Центральный банк в совершенно невыносимую ситуацию, когда он должен достигать целей, которые он достигнуть не может, а попутно избыточно угнетает экономическую активность. И последнее, следующее из этого, значит не трогать налоговую систему. Ни новые налоги, ни ставки. Спасибо большое. Какой выбор экономической политики вы считаете наиболее вероятным? Итак, результаты. Вот так. Итак, мнение разделилось между повышением эффективности и мобилизационной экономикой. Я напоминаю, что рациональную политику считали важной в начале нашей дискуссии. 70% нашей аудитории и только 12,9% мобилизационной. Но после обсуждения пришли к выводу, что, наверное, в реальности будет проводиться что-то между первым и третьим.